Казанская юность Льва Николаевича Толстого. Толстой — это совершенно исключительная фигура в русской культуре. И ощущение, и понимание, что ты учишься в том университете, в котором когда-то учился Толстой, и не только Толстой, и другие замечательные, гениальные люди, это очень важно, потому что это рождает чувство сопричастности к чему-то очень важному и значительному. Универ ТВ 10 лет. Кафедра тогда называлась телевидение и телепроизводство. Была создана в 2013 году. Универ ТВ был создан на год раньше. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Адалина Абдрахманова. Одобрена заявка Казанского федерального университета на запуск акселерационной программы студенческого предпринимательства. КФУ в числе победителей конкурсного отбора. Отбор успешно прошли 83 программы, предложенные вузами, и 46 регионов России. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Миноборнауки России. Программа Казанского университета рассчитана на 500 участников и не менее 30 мероприятий. В программе могут принять участие любые студенты любых курсов и программ обучения. Эти цели мы поставили для себя уже давно – развивать проектную работу студентов и выводить их на те или иные предпринимательские проекты. Поддерживать, оставлять, осуществлять консультационную поддержку и так далее. И именно такая краткосрочная, интенсивная прокачка идей и проектов и вывод их на презентации, питчи с последующим выходом на меры поддержки от различных институтов поддержки, таких, допустим, как Фонд содействия инноваций, Инвестиционный венчурный фонд Республики Тарсаны и так далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла лекция ко дню рождению Льва Николаевича Толстого. О том, почему в стенах вуза его имя до сих пор вспоминают с гордостью, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. 9 сентября отмечается 194 года со дня рождения классика русской и мировой литературы великого писателя, философа и просветителя Льва Николаевича Толстого, чьи жизни и творчества были тесто связаны с Казанью. Его биография полна интересных фактов и событий. Он был необыкновенной и уникальной личностью. Будущий писатель появился на свет в имении матери Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии. Родители Льва Николаевича принадлежали графской веты старинного дворянского рода Толстых. После их смерти осиротевшие дети переехали в Казань к родной тете Юшковой. Детство писателя было по-настоящему счастливым. Позже он описал эти годы в автобиографической повести детства. Толстой – это совершенно исключительная фигура в русской культуре. И ощущение и понимание, что ты учишься в том университете, в котором когда-то учился Толстой, и не только Толстой, и другие замечательные, гениальные люди, это очень важно, потому что это рождает чувство сопричастности к чему-то очень важному и значительному. Ведь мы с вами, кто работает в университете, кто учится, мы получаем в наследство некую традицию, которую мы должны передать дальше. И вот с этим ощущением включенности в традицию мы должны жить. В 1844 году Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Здесь он провел свой самый интересный период жизни – молодость. В это время Толстой находился в поисках себя, искал смысл жизни и делал первые шаги в своей творческой деятельности. Поначалу писатель учился на факультете восточных языков, но из-за низкой успеваемости юному графу пришлось бросить его и поступить на юридический факультет. Однако и здесь Толстой учился не более двух лет. Он бросил университет, так и не получив высшее образование. Тогда состоялся раздел имущества, и он получил ясную поляну в наследство, и решил, что практическая деятельность, практическая жизнь важнее. Он оставил университет. То есть он не закончил университет не потому, что его отсюда выгнали, или он плохо учился, а потому что у Толстого всегда была жажда практической деятельности. Он как гений знал, что нужно реализовать себя в жизни. В честь дня рождения Льва Николаевича Толстого в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла лекция «Легко ли быть молодым?» Казанская юность Льва Николаевича Толстого. В этом году вуз подошел к празднику нестандартно. На мероприятии обсуждались актуальные темы для студентов. Какая была юность Толстого? Каково быть молодым парнем? Каково быть талантливым человеком и не знать, что через пару лет ты напишешь гениальное произведение, решающее твою жизнь? КФУ чтит память своих выдающихся студентов. Так в 2018 году был объявлен годом Льва Николаевича Толстого. Был проведен ряд крупных мероприятий. Так был организован ряд международных научно-практических конференций, в том числе и за рубежом. Торжественное закрытие года Толстого состоялось в императорском зале Казанского университета с участием праправнука писателя, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. В 2018 году был открыт памятник бюст великому писателю в дворике главного здания университета. А в 2019 году в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдула Итукая. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. У самого молодежного телеканала «Татарстана» юбилей. За круглой датой стоит необъятная работа и тысячи самых разнообразных сюжетов. С чего начинал «Универ ТВ» и каким он предстает перед нами сейчас, смотрите далее. Чтобы подробно рассказать о телеканале «Универ ТВ», необходимо отправиться к истокам, зарождению телевидения в Казани. Официально точка отчета телевидения «Татарстана» принято считать 3 ноября 1959 года. Именно в этот день в эфир вышел Казанский телецентр и началось регулярное вещание казанской студии телевидения в самом городе и пригородах с радиусом действия 60-70 километров. Однако этой дате предшествовал период так называемого «любительского телевидения». Самая первая телевизионная трансляция в Казани состоялась еще 27 февраля 1955 года. У основания телевидения «Татарстана», как во многих других республиках и городах, стояли радиолюбители городского комитета ДОСАВ. Учебное же телевидение берет свое начало в 70-е и 90-е годы. На кадрах казанской кинохроники представлен один из фрагментов телевизионной передачи университетской телестудии. Таким образом, «Универ ТВ» является логичным наследником этой традиции. Уже в 2010 году ректор вуза Ильшат Гафуров принял решение о создании университетского телевидения. В этом же году выходят в свет первые новостные выпуски на платформе YouTube, а в январе 2011 года выпуски транслируются по городскому телеканалу ITV в Казани. Поскольку телеканал изначально задумывался как основная база практики студентов будущих тележурналистов, с помощью которой уже во время учебы ребята имели возможность получать практические навыки, создалась кафедра телевидения, которую возглавляла Резида Даутова. Кафедра тогда называлась телевидение и телепроизводство. Была создана в 2013 году. Универ ТВ был создан на год раньше. И уже Ильдар Азатович тут большую работу провел. Он загорелся и день, чтобы была профильная, просто телевизионная кафедра. Студенты, которые непосредственно принимали участие в создании программ такого канала. С 2012 года Универ ТВ начало вещать в интернете. Стоит отметить, что уже тогда трансляция телепрограмм была круглосуточной. Через три года плодотворной работы телеканал вышел на новый, более масштабный уровень. Программы университетского телевидения начали транслироваться в кабельных сетях Татарстана. Ну а еще через год, в 2016 году, жителям Казани становится доступно вещание в эфире. С 2017 года телеканал транслируют в Нижегородской и Оренбургской областях, в Республике Башкортостан, а также в крупнейших ТТ-провайдерах России. Тогда же высшую школу журналистики возглавил Леонид Толчинский. Вместе с ним телеканал вышел на уровень федеральной повестки. В программах в качестве гостей начали появляться политики, артисты и медиа-менеджеры. Универ ТВ родился 10 лет назад как органическая потребность в том, чтобы у такого гигантского, большого, с амбициями университета, был свой выразитель на большом экране. Высшая школа журналистики, как образовательная структура, готовящая специалистов, в том числе в области телевидения, видеопроизводства, она, конечно, органически привязана к телекомпанию Универ ТВ, как к своей базе практик, как к базе, где могут готовиться, совершенствоваться будущие специалисты. Рассказав историю установления Универ ТВ, мы, наконец, можем плавно переходить к самому главному, а точнее к тому, что же он из себя представляет. Круглосуточный университетский телеканал транслирует в эфир как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы, нишевая направленность, образование, познание, студенческий спорт, студенческая субкультура и новости. Контент телеканала создается преподавателями, учеными, аспирантами и студентами университета. Авторами же и ведущими многих программ также являются ученые и преподаватели КФУ. Аудитория в эфирном и кабельном вещании рассчитана на людей 30 лет и старше, тогда как в социальных сетях от 14 до 25. На сегодняшний день телеканал в Ютубе имеет более 53 тысяч подписчиков, однако немаловажно то, с чего все начиналось. В самом начале развития телеканала колоссальную помощь оказали инициативные и талантливые ребята, которые организовали тандем «Громкие рыбы». Их увлекательные и скрометные скетчи привлекли студенческую аудиторию и сделали массовый приток новых подписчиков. Таким образом, в 2020 году Универтв входил в 60 топовых университетских телеканалов на платформе Ютуб. Субтитры создавал DimaTorzok Производственная и вещательная база Универтв является неотъемлемой частью образовательного процесса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Здесь собраны самые квалифицированные кадры, которые ежегодно создают качественный медиаконтент специально для вас. Когда говорят о университетской телевидении, то зачастую принимают за некий медиакорпоративный ресурс. Это не так. По крайней мере, в отношении Казанского федерального университета это точно не так. Потому что университет включен в научно-образовательную глобальную среду. Сюда приезжают ученые со всего мира. Большинство делегаций, которые бывают в Татарстане, считают своим долгом посетить старейший университет России. И попадают в камеры, в объективы наших камер. Участвуя в наших программах, они создают совершенно новый контент. Уже глобального, общечеловеческого, планетарного масштаба. Буквально недавно возглавивший в этом году университет ректор Ленар Сафин уже успел лично ознакомиться с инфраструктурой и коллективом телеканала. Дал указания обозначить проблемы и дальнейшие пути развития университетского телевидения. От всей команды УниверНьюз творческих успехов и креативных идей. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова